Одно из самых знаменательных событий в спортивной жизни района – рождественский турнир по мини-футболу имени Петра Стоянова. Традиционно проходит он при поддержке Федерации футбола Молдовы. В этом году он собрал максимально за всю свою историю количество команд. Населенные пункты Тераклийского района, Гагаузия, Украина, выросло не только количество команд, но и качество игры. Такого масштаба не ожидали даже сами организаторы – сыновья заслуженного тренера. В зрительном турнире пришло огромное количество. В этом году у нас на турнире участвует очень много команд, которые до этого не участвовали. И очень много команд с Гагаузией, много команд с Тераклийского района. И эти команды, которые даже малое количество жителей в селе, но они все равно собирают команду и приезжают. Много было хороших команд открытий у нас в этом году. Таких команд, как Софиевка, как Алла, как Тераклийский государственный университет. Очень хорошо выступили наши юноши, Дюсша Тераклий. И порадовали зрителей. И на этом турнире, в финале, у нас участвует очень хорошая команда. Рефери из Кищенева, составленная из лучших арбитров национальной дивизии и дивизии А. Которые порадовали зрителей своей качественной, хорошей игрой. Хотелось бы поздравить все сообщество футбольное Молдовы с очередным переизбранием президента Федерации футбола Молдовы Павла Георгиевича Чебану. Это очень хорошее событие. И вчера буквально Павел Георгиевич подчеркнул, что если все наше сообщество футбольное, мы будем едины, все будем работать на благо молдавского футбола, то успехи будут и успехи не за горами. Новички турнира, о которых говорил главный судья, команда рефери из Кищенева, в которой сегодня выступает другой сын заслуженного тренера Петр Стоянов. Практически каждый игрок команды не понаслышке знает об этом традиционном состязании и в честь кого оно проводится. Я думаю, что это, наверное, на юге. Это один из самых лучших организованных турниров в честь Петра Ивановича Стоянова. Мы знаем, что это был выдающийся тренер для Тараклии. Он воспитал многих игроков, в том числе и девятого номера с Тараклии, Рому Шумкина, который, я думаю, по праву должен стать лучшим игроком. Действительно, он выделяется на фоне всех. Я думаю, что если был бы Петр Иванович жив, он бы гордился своими воспитанниками. Игроки-реферис – не профессиональные футболисты, и постоянного состава у них нет. Принять участие в турнире они решили не победы ради, а из-за уважения. Они вышли в финал, не участвуя в отборочных турах. И дело вовсе не в привилегиях. Так распорядилась погода. Так как мы первый раз ехали, мы, понятно, что ехали с таким серьезным энтузиазмом, хотели показать свои лучшие качества, даже несмотря на то, что мы послабее, чем другие команды. Мы хотели показать достойный футбол и ехали с энтузиазмом. Но так случилось, что непогода нам помешала добраться. На полпути примерно из-за снегопада перекрыли дорогу, и полиция нас не пускала. Пришлось выйти из машины, пока ждали, играли мячом посередине дороги. Это местные жители из села Кирсово, когда вышли, увидели, что какие-то 10 человек играют на снегу с мячом, футбол, когда метель. Они вообще были в шоке от увиденного. Сборная команда арбитров играла, пожалуй, с одним из фаворитов этого турнира – команда Чедерлунги. В этом году сборная города существенно усилила свои позиции. Более половины команды была заменена и дополнена одними из лучших игроков Дагаузии. Чедерлунга уверенно одержала победу над Кишиневской реферис. Можно сказать, что здесь собраны все лучшие силы юга, потому что много представителей со всех лиг-чемпионатов. Наша команда организована только в прошлом году, ФК Чедерлунга. Спасибо Примарии, что она находит возможность спонсировать. Комплектование команды идет по ходу сезона. Много трудностей, но команда усилилась. Ябанжим, усилилась Узун, усилилась Марковым, Петром. Я думаю, что нам тяжело пришлось пробиться в финал. Команды очень амбициозные. У всех игроков есть желание выиграть, у всех показать себя. И, конечно, выиграть этот турнир. Все изменения в команде, поддержка и усиленные тренировки и позволили в этом году команде из Чедерлунги выйти в финальной игре с еще одним фаворитом – чемпион города Тараклия. Матч был напряженным. Первый гол был за чемпионом. Не меньше футболистов нервничали и переживали болельщики. Казалось, сам воздух в зале был напряжен. Выкрики зрителей, острые спорные моменты и голы. К середине второго тайма счет был равным 3-3. Однако в последние минуты команда Чедерлунги сумела выйти вперед, забив гол. Самый торжественный и долгожданный момент – церемония награждения. Дипломы, денежные премии, подарки. Были отмечены все финалисты, а также выявлены победители по номинациям. Кубок Южная Бессарабия из села Москови и Когульского района перешел в Чедерлунгу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова